Задержанный экс-министр обороны. Мурата Бектанова обвиняют в бездействии во время январьских событий. Он был освобожден от должности 19 января. Касымжомар Тукаев тогда заявил, что Бектанов не проявил командирских качеств, не смог воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации. Даля Насипова с подробностями. Мурат Бектанов возглавлял оборонное ведомство чуть больше четырех месяцев. Эту должность он получил после того, как его предшественника Нурлана Ермикбаева отправили в отставку после трагедии в Жамбулской области. Тогда жертвами взрывов на складе боеприпасов стали 15 человек. И вот 19 января в самый разгар событий, потрясших всю страну, президент отстранил Бектанова от работы, заявив, что из-за крайне неуверенного и безинициативного руководства армия во время массовых беспорядков не выполнена поставленных задач. Прошел месяц, и теперь его задержала Генеральная прокуратура. 19 февраля 2022 года Генеральной прокуратуры начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 20 февраля 2022 года Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Некоторые казахстанцы вступили из-за бывшего главу ведомства, считая, что военные должны реагировать лишь при внешней угрозе. Но в военной доктрине Казахстана указано, что вооруженные силы должны оказывать стратегическое сдерживание от агрессии и применение военной силы, гибридных методов борьбы в разрешении межгосударственных и внутригосударственных противоречий. По словам военного эксперта Георгия Дубовцева, вменять к министру обороны статью бездействия могут случаи, если он не выполнил указания верховного главнокомандующего. При этом в соответствии с нашим законодательством не министр обороны руководит проведением антитеррористической операции. Министерство обороны выделяет необходимые силы и средства для участия в этой операции. Согласно Уголовному кодексу, Бектанову может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Далее Насипова Дидар Елеов, Информбюро, Нурсултан.